Уважаемые коллеги, моя тема немного не соответствует проблематике. Дело в том, что я в прошлом году уже в конце года опубликовал статью, непосредственно связанную с проблемой нашей конференции, но тем не менее многие сюжеты, которые сейчас озвучил, они имеют отношение к сословной структуре российского общества. Как известно, в 1897 году впервые по европейским стандартам в Российской империи прошла перепись. И впервые респонденты, российские подданные, давали о себе информацию, не опасаясь за их неправдивость. И в этой связи современники отмечали, когда рядом с переписчиком стоит должностное лицо, респонденты отмечают правильно. А когда не было переписчика, видимо, какие-то моменты они могли уточнять. Скажем, там два вопроса было об основном и побочном источнике существования. Боялись, что будут дополнительные налоги. О вероисповедании для раскольников, униятов, отпавших в ислам крещеных татар, староверов. Вопрос был крайне неприятным. И, видимо, и другие вопросы были, которые вызывали какие-то сомнения в плане того, что эти данные могут использоваться во вред респондентам. В том числе о сословном статусе. В деревнях, я надеюсь, поскольку переписчиков сопровождало сельское старство, или у них на руках были перечневые ведомости по каждому списку жителей, наверняка все было правильно оформлено. А в городской местности, где друг друга переписчики и местные жители плохо знали, видимо, там какие-то неточности могли быть зафиксированы. Главная опасность и настороженность со стороны населения была вызвана тем, что впервые государство, войдя в лице переписчика с переписным листом с 17 вопросами, получало о каждом подданном информацию больше, чем православный священник, который регистрировал акты гражданского состояния, Болчищин, волостное правление, где имели списки, похемейные списки для того, чтобы по ним рекрутировать новобранцев в армию. И очень много вопросов возникло и мусульман в том числе. И вот в этой связи я выделяю несколько групп, которые консолидировались по этому вопросу. Первая группа – это малочисленная группа, которая окончила русское учебное заведение, а служила в армии, это запасные чины, которые по роду деятельности и местопроживания знали русский язык и грамоту. Они адекватно воспринимали статистическую операцию как государственные предприятия для учета населения. Среди них была еще одна группа, которая потеряла, поскольку либеральная реформа – это первый шаг по формированию национального государства. И тогда уже права этнических меньшинств стали игнорироваться. Они говорили, что эти данные власти непременно будут использовать во вред и для ценных русификаций. Были мусульманские духовные лица, среди них были в основном, которые не знали русского языка, но, боясь за потерю своей должности, они пошли на сотрудничество с властями. И фактически впервые по итогам переписи, если по реформованный период документа рассматриваешь, там написано «Мусульманское фанатичное духовенство», впервые министр внутренних дел объявил благодарность за участие в содействии переписи. И впервые о них власти заговорили в положительном тоне. Это так произошло потому, что основное массовое население, сельское традиционное общество, идеологическим стержнем, которое является религия, ислам, очень настороженно восприняло это государственное мероприятие, фактически первоначально повсеместно бойкотировав переписи. И только благодаря привлечению муж, духовных лиц и представителей органов крестьянского самоуправления и, безусловно, земельских начальников удалось переломить ситуацию. Вот основные радикальные опасения заключались в том, что часть населения восприняла мало переписи как продолжение школьной политики, культурной рецификации. Вторая часть считала, что данные будут непременно использованы против татар, потому что в переведении на татарский язык брошюрке было написано «Перепись производится для того, чтобы учитывать население для открытия аптек, школ». А у татар большеместно были свои мертвые медресе. Возникал законодательный вопрос. Раз есть мертвые медресе, будут открывать школы, это значит русские православные приходские или русско-татарские. И третий момент, это связано с тем, что в случае, если не контролировать свои ответы, переписчики напишут, воспользоваются негравотностью респондентов, напишут их христианами. А это документ. И вот как раз по последнему случаю классическим примером является ситуация в Уфинской губернии. Поскольку мещеряки, тептярии и башкиры в 1865 году были переведены на статус крестьян, сельских обывателей, их так и называли и последующие годы. В графе сословия их нужно было написать крестьянами, крестьянин, который происходил от слова христианин, мусульман настояли, чтобы их записали в этой графе прежними сословными наименованиями башкир, башкир и стептяр или башкир из мещеряк. Так и сделали. Потому что больше половины населения мусульмане, если они поднимутся, объявят повсеместный майкот, а там был как раз новый губернатор, который пришел за пару месяцев до начала переписи, он пошел на уступки. И когда документы поступили в главную переписную комиссию, посмотрели и увидели, что таких сослов в них отсутствует, вот эти данные сословные главная переписная комиссия перенесла в графу о оратном языке, а в графу сословия всех написала крестьянами. Это привело к тому, что численность башкирского сословия, точнее, башкир из-за такой махинации, увеличилась на 350-450 тысяч человек. Это в Уфимской губернии. Вот как ситуация была разрешена в Самарской, Вятской, Оренбургской и Пензенской губернии, где тоже были Мещеряки и Тепкери, нужно еще изучить. Это все? Нет, все. Это только вот один из сюжетов. Очень важно. Еще хочу сказать о языке. Впервые все российские подвины должны были указать свою, определить свою этничность через оратный язык. И для чурка-татар было предложено 20 вариантов, хотя в действительности их было намного больше. Для татар конкретно предлагались Мещерякский, который был диалектом татарского языка, не существовавший в действительности тип тярский и татарский язык. Таким образом, государства и тогдашние ученые взяли курс на формирование этнической идентичности своих подданных и вот этим перечнем навязывали выбирать себе этничность, идентичность в рамках предложенных вариантов. И очевидно, ориентир на татарский язык способствовал тому, что в дальнейшем среди татар стало преобладать лиц, которые считали своим родным языком татарский. Хотя, когда смотрели отчеты, там они давали данные о том, что у них язык мусульманский, родной язык, родной язык тюркский, родной язык тюрк-татарский. Самые разные варианты. И самое главное, вот получается, что разная векторность групп населения, которые мобилизовались по своим представлениям о переписи. понимают. мысли, которые я хотел огласить своим докладом. вектор А.